Приветствую вас. Значит, надо сказать сразу, что ваш вопрос, он не подразумевает самого вопроса. Это скорее, знаете, такая, как просьба, как крик о помощи, как жертвенность может быть определенного рода, но это ни в коем случае не вопрос, это не запрос, это первое. Второе. Вы пишите, что очень ревнуете парни. Ревность это а. Неуверенность в себе, б. Отсутствие собственной значимости, в. Страх одиночества. Как правило, эти три основные проблемы являются причиной для появления ревности. Ну, и вторичными проблемами являются, соответственно, эгоизм, чувство собственничества, отсутствие личной границы, да, то есть, ну, вот есть ты, есть я, и вот здесь, как бы, я кончаюсь, да, и начинаешь все ты, и наоборот. Вот, вот это, соответственно, стремление к слиянию с человеком. Стремление к тому, чтобы слиться с ним воедино. Ревность, это всегда про это, про слияние. Вот. Дальше идем. Значит так. Затрудняюсь ответить его назвать конкретным определяющим словом, так как живем три года ночью всегда со мной. Ну, здесь, если не брать в расчет то, что вы пишете после, напрашивается вопрос. Три года вы живете вместе, мужчина с вами ночью говорит. Почему не создали семью? Почему он не предложил вам стать его женой? Какие у вас отношения? То есть, кто вы для него? Далее. Вам нравится его отношение к себе? Чисто к себе отношения? Если да, хорошо. Если нет, на ком лежит ответственность, по вашему мнению, за это? Ну, за тот факт, что он к вам относится негативно. Далее. Месяц назад родился ребенок. Непонятно у кого. У вас? С ним? Или у него? Также непонятна субъективная сторона этого ребенка. То есть, вы как планировали ребенка? Вы готовились к нему? Вы хотели его? По какой причине вы рожаете ребенка от человека, который не является вашим мужем? Наполняете ли вы ребенка своими ожиданиями, своими желаниями? Отходите ли вы ребенку определенную роль, которую он должен сыграть в вашей жизни и в жизни вашего, например, молодого человека, да? Вот. Это все нужно обязательно исследовать. Вы пишете, он женат, имеет трех детей от этого брака и до тех пор не развелся. Елена, вы описываете данный аспект в форме претензий. То есть, это как будто претензия к молодому человеку, что он имеет трех детей, что он не развелся до сих пор. Но в действительности, на самом деле, на нем ли лежит ответственность за то, что он не развелся? На нем ли лежит эта ответственность? Ну, тогда вообще ответственность, конечно, лежит на нем, это правда. Но вы претензии к нему предъявляете, насколько имеете право? Я имею в виду моральное право, например. Это не совсем понятно. Но если вы начали встречаться с мужчиной, который женат, имеет трех детей и не развелся. Если вы начали встречаться, значит, либо вы его приняли женатым и вы не ждете от него, что он разведется и уйдет от жены, ну, потому что вы приняли его таким. Либо вы не принимаете его таким и говорите, что да, ты мне нравишься, я хочу быть с тобой, если ты хочешь быть со мной, разводись. Но вы этого не сделали. А. Вы купились, поверили ему на его обещание развестись. Б. У вас заниженная самооценка. То есть вы считаете допустимым быть не единственной женщиной в его жизни. Дальше. Ревную, потому что есть повод постоянно переписываться со своими бывшими любовницами. То есть видите, Елена, вас волнует то, что он переписывается с любовницами, но не волнует то, что он не разведен до сих пор, что у него есть жена, законная жена. Много раз поднимала вопрос, но все честно, просто установил на телефоне 100 антивирусов и таскается с телефоном по дому. Не очень понятно, причем здесь 100 антивирусов. Непонятно, что значит таскается с телефоном по дому, то есть к чему вы это пишите, непонятно. Про жену всегда находятся отговорки, то квартиру не оформил, то на работе неуместно. Это так. Елена, это так. Елена, это так. Мужчина действительно находит отговорки и он всегда будет их находить, потому что ему это выгодно. Ему, ему так удобно. Ему так комфортно. Мужчине, мужчине я имею ввиду. И он не будет ничего менять до тех пор, пока вы сами не измените что-то в своем поведении. Дошла уже до того, что от всего, что я знаю, меня переполняют негативные эмоции, я на нем срываюсь. Вам важно здесь взять на себя ответственность, Елена, за свои эмоции и определить, что они значат для вас. То есть эмоции ваши, желания и чувства, которые стоят за этими эмоциями, тоже ваши. Ответственность за это несете вы, не молодой человек. Потому что вы от молодого человека сейчас требуете того, чтобы он решил ваши проблемы. Собственно срыв это проявление накопления бонусов, обиды. Свои чувства, эмоции вы не выражаете в реальном времени. Вы привыкли их подавлять. Свои чувства, свои эмоции. Ну вот, вы научились их подавлять у кого-то из своих родительских фигур. Либо просто у социально значимых фигур для вас. И отсюда все идет. Соответственно вы выбрали данный тип поведения, потому что он на момент принятия решения был самым оптимальным. По-другому было нельзя. Сейчас по-другому можно, но вы ведете себя так же и не меняете свое поведение. Ожидая, что поведение изменит молодого человека. Которому не нужно это сделать, потому что его все устраивает. Далее, есть недоверие. Недоверие это соответственно непринятие себя. Вы пишите, за переписку устала говорить, да и уже сама не хочу выставлять себя дурой, разговаривать не о чем, он замкнулся, вообще ничего не рассказывает, не знаю как быть. Не знаю как быть, Елена, чтобы что. Он вам ничего не рассказывает, потому что боится, что любое его слово вы воспримите в штыки. То есть вы либо примите его полностью, для этого обеспечив свои ресурсы и свои средства. Либо откажитесь с ним быть вообще, то есть скажите, что извини Драгон, меня так не устраивает, я не хочу так, я поняла, что это не мое. И все, сделайте выбор. Поэтому тут опять же нужна цель, да, ибо я говорю, что вы не поставили вопрос, не поставили запрос и соответственно оставляете для себя лазейку для отступления. В случае, если вам, например, не понравился вопрос, там вот этот ответ мой, мой ответ не понравился или ответ коллег. Вот. А в целом, в целом, в целом, я могу сказать, что конечно вы недооцениваете себя, вы принижаете себя. В целом, у вас запрет на шерсти, просто запрет на доступ быть счастливой. Вот. Ну и плюс, те проблемы, которые я описал, они тоже имеют влияние. Так, вы пишете, хочется найти грамотного специалиста для решения многих проблем и фобий. Елена, простите, а как вы определите, грамотный специалист или нет? Елена, простите, что значит ваша фраза, что хочется найти грамотного специалиста? Вы предлагаете экспертам демонстрировать свои способности, свою грамотность или что? Если вам хочется найти специалиста, посмотрите профиль, изучите ответы, почитайте отзывы, выбирайте себе эксперта и начинайте работать. А вот так, в общем разделе, писать, что вы хотите найти хорошего специалиста, ну вы хоть бы критерии тогда определили, по каким критериям вы скажете, что специалист грамотный, потому что грамотность это тоже субъективное понимание. Вот, то есть здесь опять же неопределенность. Далее, фобия, фобия, фобия это страх, да? Страх вам для чего-то нужен, он вас от чего-то защищает. Например, вы боитесь остаться одна, потому что, оставшись одна, вы начнете действовать, вы начнете двигаться, вы начнете развиваться. Вот. И развиваясь, вы будете действовать вопреки своим родительским посланиям, которые есть у вас в сознании. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Понимаю, что ваш текст, он, значит, ну, обращен в основном, в основном к коллегам и ко мне в частности, чтобы привлечь внимание, да? Вот. Я все же думаю, что вот эти аспекты, которые я озвучил, они вас напрягнут на определенные мысли, да? То есть, как вы позволили себе оказаться в этой ситуации, почему, где личная ответственность, в чем личная ответственность, не боитесь ли вы личной ответственности, если боитесь, то чем она для вас страшна? Ну, вот все эти моменты вам необходимо самостоятельно изучить, и я бы сказал, что если у вас много проблем, то, соответственно, это индивидуальная периодичная работа с психологом. Выбирайте, выбирайте его понравившегося и начинайте работать. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.